Всем привет! Вы на канале Готовим для души. Сегодня я готовлю молочно-яичный пудинг. И понадобится нам только молоко, яйца и сахар. В посудине с толстым дном смешиваю сахар и воду. Ставлю на огонь. Сахар нужно довести до растворения, а также до золотистого цвета. Далее в отдельной емкости смешиваю молоко, а также сахар. Здесь я добавила немного ванилина. Молоко подогреваю до растворения сахара. Одновременно на плите у меня нагревается молоко, а также растапливается сахар. Сахар не обязательно размешивать ложкой или лопаткой, можно просто вот так вот немного его подвигать. Сахар я довела до янтарного цвета ровно за 5 минут. Сейчас выливаю его на дно жаростойкой формы. Нужно подождать немного, когда он схватится и превратится в конфетку. Но это происходит почти моментально. Уже, видите, у меня ничего не течет, хотя не прошло и 2 минут. Смешиваем теплое сладкое молоко с яйцами. Форма для выпечки у меня мягкая, поэтому я сразу ставлю ее на противень. Яично-молочную смесь выливаю сверху на карамель, используя сито. Далее я наливаю горячую воду вокруг формы. Вообще-то этот пудинг можно готовить на водяной бане, поставив формочку на сковородку, чтобы она не касалась воды. Но мне лично проще в духовке. Сейчас аккуратненько ставим в духовку, разогретую до 160 градусов на 40-50 минут. Я выпекала пудинг 45 минут. Сейчас он у меня уже остыл, постоял немного в холодильнике. Можно его перевернуть, используя тарелку. Вот как-то вот так. То, что карамель растекается, так было и задумано. Вот такая красота получилась. Давайте пробовать. На вкус очень похоже на заварной крем. Что неудивительно, да? Здесь только молоко и яйца. А карамельный топпинг здесь дополнительно дает сладость. Текстура очень нежная, поэтому на кусочки разделить довольно сложно. Лучше всего было бы, конечно, сразу выпекать в каких-то отдельных порционных тарелочках. Для разнообразия, конечно, можно попробовать. Желаю всем приятного аппетита и до скорых встреч на канале Готовим для души!